Наше желание быть чище, не только физически, чтобы наше тело было чистое, не только чтобы наш город был чистым, наши улицы, но чтобы чище были наши души. Мы желаем выполнить предназначение наше здесь на земле. Вы – свет для мира. Вы – соль для земли. Это серьезная миссия, и мы не можем это выполнить без Бога. И когда мы приходим к Богу с покаянием, Бог не только прощает, но дает нам силу и победу побеждать грех. Слава Богу! На прошедшее воскресенье мы говорили о том, как быть сосудом Божьим. Как быть сосудом Божьим. Я говорил о том, что часто люди, они используют человека, его возможности, его ум, его материальные средства, в конце концов, его даже тело. Бог употребляет на добрые дела и святые. Как быть сосудом Божьим? Вы переживали когда-нибудь такое счастье, когда вы увидели человека несчастного, бедного, и чем-то благословили, что-то дали ему. И увидели слезы или благодарность на его лице. Вы переживали когда-нибудь эту благодать? Я думаю, что да. Вы послужили. Вы послужили ближнему. Бог употребил вас. Вообще, человек – это очень интересное создание. Бог в нас вложил частицу вечности. Человек – это чело вечности. Вот почему, например, в каких-то материальных вещах он никогда не найдет успокоения, удовлетворения и покоя. В Библии написано, только в Боге успокоится душа наша. Частица вечности. Впереди у нас вечность. И мы должны к этой вечности приготовиться. Я обращал внимание на прошлой беседе, чтобы быть сосудом Божьим. Я говорил о том, что этот сосуд должен быть чистым. И я говорил о том, что Бог работает над нами в этом плане. И какое мы преимущество имеем как христиане, что он горчечник, а мы глина. И бывает, мы как глина можем развалиться в руках горчечника. То есть сосуд, который он лепит, он треснул или разрушился. Но находясь в его руках, мы как христиане можем снова иметь возможность, чтобы этот горчечник снова начал лепить нас. Посылаю в печь, чтобы мы были сосудом в руках Божьих. Я знаю, что над вами и надо мной работает Бог. Бог желает достичь своих целей. Использовать вас для благословения других. Но часто мы валимся в руках горчечника, разрушаемся. Тогда Бог снова дает нам возможность нам и шанс через наше покаяние. Восстанавливает нас. Через испытания закаляет нас. Наполняет нас своей благодатью. И говорит, служи. Дает припоясание. Дает благодать. Дает нам способность и таланты служить. И имя Бога славить. Слава Богу. И я говорил о том, что грех – это как инородное тело в человеке. Это как раковая опухоль. Это опасно. Самое страшное сообщение, которое мы услышали, или одно из самых страшных, когда врачи говорят, извините, я должен тебе сказать правду. У вас рак. Так вот, грех – это как раковая опухоль, как инородное тело. И от этого надо избавление. Я приводил вам пример. Это все равно, что небольшой болтик в моторе. Мотор у вас самый лучший, суперсовременный. Но если туда инородная вещь попадает, он выходит со строя. Как Бог смотрит на все это, какое его отношение ко греху. Я хочу читать первое место из Библии. Это Деяние апостола 18, глава 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду погаяться». Обратите внимание, что это говорит Бог. Это не просто приглашение или просьба, это повеление Бога. И Он говорит всем и повсюду. Всем и повсюду. Всем и повсюду что? Покаяться. Вы можете спросить ближнего вашего, ты уже покаялась? Спросите рядом сидящего, ты уже покаялась? Бог повелевает всем людям повсюду что? Покаяться. Безусловно, я думаю, что большинство из вас могут сказать, да, действительно, я уже покаялся. И это неплохо. И я в прошлый раз говорил, и я хочу повторить два стиха. «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом чести, годным, благопотребным владыке на всякое доброе дело». Это 2 Тимофея 2.21. И еще один стих. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Прещи Соломона 25.4. «Отдели примесь от серебра, и у серебряника получится сосуд». И я говорил, когда человек делает грех, он сгорает как бы в этом грехе. А когда грех в его мыслях, он истлевает в грехах, Бог желает сделать нас чистыми сосудами в руках Бога. И сегодня я хочу проповедовать на тему, что такое покаяние. Вы об этом не впервые слышите. Многие проходили через покаяние. Но я хочу просто объяснить эту важную истину на основании Слова Божья. Потому что Бог повелевает всем людям, всем и повсюду, что? Покаяться. Итак, что же такое покаяние? Первый момент – это понимание греха на основании Библии. Это понимание греха на основании Библии. Что это значит? У каждого из вас есть свое понимание греха. И каждый понимает, это грех, а это не грех. Но чтобы узнать, действительно это является грехом или нет, надо посмотреть в Писание. Здесь изложена воля Божья, и здесь написано, что является грехом, а что не является. Однажды приехали проповедовать мы в одну деревню, где нет вообще никакой церкви. И первый человек, который встретился, мне он мне сказал, а правда, что в Библии написано, пей, но не упивайся? Он был красный, как рак от алкоголя. И его один вопрос только интересовал. Это правда или это неправда? Остальное его мало волнует. У каждого из нас свое понимание греха. Распространенное мнение, грех – это украсть, это убить. В основном люди так думают. А я какой грех делаю? То есть человек думает, а я никакого в принципе греха не делаю. И рассуждает приблизительно так. Выпил, закусил, поспал. Что я здесь плохого делаю? Ну еще сблудил, но я никого не насилую. Какой здесь грех? Но грех можно понять только по Писанию. Только по Писанию. Еще я скажу вам один пример. Было такое рассуждение относительно пьянства. Один говорит, так пьяницы же Царство Божие не наследуют. А другой говорит, так извини, это же Царство Божие. А небесное – нормально. Библейское понимание греха. Библейское понимание греха – это важно. Еще какой есть взгляд у набожных людей. Я встречал такое на Украине. Пришла Пасха. Они говорят, первое, что ты должен сделать, это съесть крашенное яйцо. Иначе ты нарушаешь все заповеди и всего любви. А потом можешь и выпить, и закусить. Главное – сделай это. Это так размышляют о грехе на божные люди. У верующих своя философия. В основном это как выйти сухим из воды. То есть слукавить и выйти чистым. Слукавить и выйти чистым. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали. Послушайте один из стихов, который я хочу сейчас, чтобы вы обратили на него внимание. 140. Псалом 144. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Слышите? Христиане, не дай мне уклониться. Куда уклониться? Сердцу моему к словам лукавым для оправдания, для извинения дел греховных. Как это работает практически? Например, вы обиделись. И вы как рассуждаете? Меня же обидели. Значит, я имею основание обижаться. Но поднимите руку, кого никогда не обижали. Таких нету. Всех обижали, но обижаются не все. Но обидевшись, человек пытается найти оправдание. Или вы просто сегодня с утра много кричали. Вам, безусловно, это не нравилось. И не нравится, потому что вы расстроили, потеряли присутствие духа, но в конце концов, вы же не зря кричали. У вас просто дети непослушные. Библия говорит, не дай мне уклониться. Уклониться сердцу моему к словам лукавым для оправдания дел греховных. Покаяние и оправдание своих дел это разные вещи. Вы помните, когда первые люди согрешились, что было потом? Это она, это он, это они, это кто-то, но только не я. Но это не есть библейский подход к греху, и это не есть выход в покаянии. Вот почему в Библии написано, с чистым ты поступаешь чисто. Но не всех получается жить чисто. Еще есть вторая ступень, или вторая, вторая среда. С искренним, искренна. Это тот, который не пытается свалить вину на других, или оправдать свои греховные деяния. А тот, который искренен перед Богом и говорит, я, я согрешил, я виновен, я преступник. тот получает помощь от Бога с искренним, искренним, а третий момент, или третья группа, а с лукавым, по лукавству его. То есть, для этого человека нет никакого шанса в покаянии. Он может строить, он может прикрывать свои греховные деяния, но шанса на освобождение нет, с лукавым, по лукавству его. Например, многие из вас верят, что они праведны, но живут сами для себя, сами по себе. Я еще раз повторю, многие христиане верят, что они праведны, но живут своей жизнью и для себя. Что об этом говорит Библия? Послушайте. Библия говорит так, кто разумеет делать добро и не делает тому, что грех. Кто разумеет делать добро и не делает тому, что грех. Это библейское понимание греха. Поэтому покаяние, оно приходит в жизнь человека тогда, когда человек просвещен Словом Божьим. Есть такое место из Библии. «Пошли свет твой и истину, доведут они меня и приведут на гору твою, присутствие твое». Вот где наше освящение. По мере того, как свет Божий проникает в мою жизнь, я вижу свою греховность и несостоятельность. И чем ближе я к этому свету, чем мощнее свет, тем лучше я вижу себя. По мере своего удаления от света, я считаю или думаю, и это не грех, и то не грех. Но послушайте, будет ли такое в истории или в жизни? Вы пришли на суд. Пришли на суд лично к Божьему престолу. И он спрашивает у тебя или у вас. Ну, например, он говорит, «Петя, как ты думаешь, вот это в твоей жизни считалось грехом или нет?» Говорит, «Нет». «Хорошо, откладываю». «А вот это ты считаешь, это грех в твоей жизни?» «Это было?» «Нет». «И это откладываю». Скажите, пожалуйста, что-нибудь будет подобное в жизни? Никогда. Никогда. Бог будет судить не потому, как я думаю или что я представляю, думаю о том, это хорошо, плохо, грех или не грех. Но Бог будет с каждой из нас спрашивать о том, что написано, что Библия или Слово Божие говорит, что это преступление и это грех. Господи, пошли нам свет Твой и истину Твою. Это должно быть вашей молитвой. Господи, пошли свет Твой и истину Твою. И еще я предлагаю вам молитву, которую вы можете использовать в вашей практической жизни, о чем молился в свое время Давид. Я еще раз повторяю этот стих. «Господи, молитесь так, не дай уклониться сердцу мою к словам лукавым для извинения дел греховных. Когда мы извиняем себе греховные дела, мы никогда не будем, не услышим от Бога это «извиняю». Но когда мы к Богу идем с покаянием, то Он прощает. Оправдывать себя не имеет никакого смысла. Потому дальше тут написано, пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня это лучший лей, который не повредит голове моей, но моль бы мои против злодейств их. Пусть обличает меня праведник, это милость. Я не знаю, не всегда приятно вообще слышать обличение. Вообще, например, когда идет речь об освящении, это сопоставимо, что человека как бы надо помыть. А чтобы помыть человека, уже надо человеку как бы, ну, в первую очередь раздеться. А это уже неприятно. А это уже стыдно. Никто не против чистоты. Но у нас есть что-то такое, что оно удерживает нас от каких-то важных моментов и дел. Но тем не менее, если у меня здесь есть какая-то боль или рана, и я знаю, что этот врач может мне помочь, мне совершенно не стыдно сказать ему, пожалуйста, обрати на это в него, помоги мне. Поэтому есть на небе Бог, который может перевязывать раны и удалять сердечную боль, исцелять нас внутри и делать нас чище и свободней. Благодарение Богу за все это. Только мы должны быть открыты пред Ним и искренны во имя Иисуса Христа. Второй момент, что такое покаяние, это сожаление о грехе. Вы можете здесь встречать, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит что? Смерть. Сожаление о том, что я сделал, когда я просто разрываюсь от боли, зачем я это сделал? Как это могло случиться в моей жизни? Если бы я мог, я бы десятому заказал, чтобы он не делал подобных глупостей. Я в своей жизни встречал таковых людей, они говорили так мне, один человек мне сказал, если бы я мог вернуть назад, я бы никогда в этой жизни своей не сделал, но один мой неправильный поступок, он потряс меня до глубины, он послужил разрушением моей семьи, он просто разрушил мою жизнь. Но проблема в человеке в следующем, мы часто боимся больше последствий греха, нежели самого греха. Один человек говорит, так, пришел один человек, говорит, выручай. А что служилось? Да я сходил на сторону, но он наверное думает, зная, что этот христианин наверное прибежал покаяться хочет, а тот говорит, да нет, анализ возьми. Он врачом работал. Анализ возьми, я хочу просто узнать, что происходит со мной. То есть его волнует, как бы не заболеть, какой-то болезнью серьезной. Он не думает о том, что он переживает за последствиям. И таких людей можно сказать сегодня немало. Вы знаете, когда приходишь в тюрмы, например, проповедовать Евангелие, то они сожалевают, что они оказались там. Но в основном их сожаление не о содеянных преступлениях, а в том, что его поймали. Говорит, вот если бы, вот если бы, я же не такой один, много таких, как я, но извините, меня поймали. И он сожалевает об этом и тоскует по свободе. Но внутри он связан и он есть раб. Я говорю, так просто беседуя с ними, я часто слышал от них, как они просто с гордостью говорят, я сидел, я там три ходки имею, а я ему говорю, суть не в том, сколько ты сидел, а какие ты песни там пел. А он говорит, а что это значит? Ну если ты сидел и у тебя было одно на мыслях, вот выйду, тещу убью, а потом жену, а потом еще что-то там, то есть если ты разрывался злобы там, эта тюрьма тебе ничего хорошего не дала, но если ты там увидел себя во свете истины Божьей и сказал Господь помилуй меня грешника, то это твоя победа и свобода. когда это не произойдет, тебя ожидает следующая тюрьма и как бы человек не гордился от этого, счастья в этом никакого нету. Послушайте, что об этом говорит Библия, я приведу вам два примера. Помните, когда Саул согрешил, он получил обличение от Бога и он говорит, да, в принципе я виновен, но почти меня пред народом. То есть он другими словами говорил так, я виновен, но лишь бы никто об этом не узнал. Его беспокоила его репутация, его авторитет, а не тот, что грех, который он сделал, разделил его с Богом. Он переживал об одном, лишь бы на людях все было нормально. Но послушайте, что об этом или как поступал в этих ситуациях Давид. Он говорил так, что тебе, тебе единому согрешил я, и именно преступление пред тобою сделал. Он говорил, я виновен. Помните блудный сын, как сказал, я виновен пред Богом и перед людьми. Я возвращаюсь, я иду туда, где меня давным-давно уже ждут. Поэтому покаяние это сожаление о соделанном преступлении и грехе. Момент номер три. Что такое покаяние? Вы можете просто анализировать свою жизнь, что-нибудь подобное было в вашей жизни или нет. Итак, покаяние это ненависть ко греху. В Библии об этом написано так. Я прочитаю этот стих 44, это 44 Псалом. Здесь написано так, 8 стих, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости болием соучастников твоих». Бог отвечает на правильное покаяние и это человека помазывает. В его жизнь приходит радость и торжество. Но подход ко греху должен быть правильный. Что это значит? «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Это отношение ко греху. Мы пытаемся побеждать грех, и иногда у нас это получается. Но если мы в сердце сохраняем любовь к этому греху, он к нам снова возвращается. То есть он нас или тебя догонит. Почему? Потому что пока мы не возненавидели грех, победы над этим грехом не будет. Я думаю, что вы будете согласны, что вы легко оставляете те вещи, которые вам не нравятся. Так точно и людей. Если вам это не нравится, вам не надо особых усилий и борьбы. Но если вам это нравится, если вас это влечет, если вы это любите, вам трудно будет победить этот грех. Вы знаете, что если представить такую картину, то можно сказать, что на небе грешников не будет. А если бы они оказались там, то там им было бы очень скучно. Почему? Потому что на небе греха не будет. Поэтому кто находит удовольствие в грехе, он будет себя чувствовать очень некомфортно и неуютно. Вот почему там грешникам места просто нет. «Ибо ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Вы знаете, что мы войдем туда, не туда, куда мы сами себя приписали, или туда, куда мы предполагаем войти, но именно туда, куда потянет нас наша природа. Вы знаете, что одно из преимуществ, которое мы имеем как христиане, что когда мы приходим к Богу и искренне покались пред Богом, мы рождаемся свыше, или другими словами, мы получаем новую природу. Что это за преимущество, которое мы имеем? Я вам приведу такой жизненный пример. Может быть, кто-нибудь видел из вас, как загружают металлолом в вагоны. Есть такие специальные места, где много-много металла. Обычно для этого используют магнитные такие краны. этот кран подавает такую болванку, там нету никаких веревок, ни крючков, ничего нет. Но когда этот магнит ложится на металл, то он притягивает к себе много металла и кажется какой-то невероятной силой удерживается и транспортируется туда, куда это надо. Но если этот магнитный кран или вот этот магнитный зацеп положить на дерево или на бетон, на какие-то шпалы, скажите, он сможет поднять эти шпалы или нет? Нет. Почему? Не потому, что у него силы мало. Вообще иногда если он что-то не поднимает, говорят, добавляй току или электричество. Когда добавляешь электричество, его мощность еще увеличивается. Но сколько не добавляй, он никогда дерево никогда не поднимет. Почему? Потому, что совершенно другая природа. Не та природа и все. Поэтому Бог будет поднимать нас туда к себе. Бог привлечет нас к себе благодаря той природе, которую мы получили от Бога. Аллилуйя! Мы ничем не лучше других. Мы одеваемся так, как одеваются сегодня люди, которые не служат Богу. Нас иногда трудно выделить из толпы. Но преимущество христианин состоит в том, что у нас совершенно другая природа. Об этой природе Христос говорил Никодиму, тебе надо родиться свыше. И когда человек без лукавства искренне приходит с Богу, он перерождается, его жизнь меняется. Я благодарю Бога за покаяние. Аллилуйя! Это возможность, это мое благословение, это мой шанс. Я знаю, что один молодой человек, он просто соприкасался, посещал церковь, но никак не мог покаяться. А потом, говорит, оказался в тюрьме. И трое суток, посидев там, ему этого хватило, чтобы родиться свыше. Он там просто всплакнул, покаялся, не было ни проповедников, ни пастырей, но оттуда он вышел совершенно новым человеком. Искренное покаяние, оно перерождает нас. Аллилуйя! Я хочу вас спросить, обладаете ли вы этой природой? Куда вообще вас тянет? Вас тянет ближе к Богу, к свету? Или тянет куда-то во мрак и тьму? Это очень серьезно. Вы не думаете, что если вас тянет сегодня на сторону, потом вас на небеса потянет? Абсолютно нет. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Какая ваша природа, такое ваше и будущее. Только Бог может изменить сердце человека. Аллилуйя! Я благодарю Бога за то, что мы имеем от Бога. В первую очередь Он послал нам Духа Святого. И написано, что этим же Духом Святым Он воскресит наши тела Духом, который живет в нас. Поэтому сегодня сам Бог желает привлечь нас всех к себе. Из опыта жизни вы знаете, что у детей такая же природа, как и у родителей. Мы должны этой природой обладать. Через Иисуса Христа мы сделались причастниками Божеского естества, то есть Его природы. Через Иисуса Христа мы этого не заслужили, но это сделал для нас Христос. У нас Дух Святой, мы Его дети. И Библия говорит так, ибо кого Он предузнал, тех и предопределил, то есть какое предопределение Бога о вас, тех и предопределил быть подобными образу Сына Его, то есть быть похожими на Него. То есть тех, кого Бог призвал, Бог имеет желание или определение о вас, чтобы все мы в конце концов были похожими на Его, на Его поведение, которое отображено в Евангелии, на Его характер, на Его жизнь. И вы знаете, чем Он отличается от нас иногда? Его природа ненавидит грех. Почему? Ибо ты воззубил правду и возненавидел что? Беззаконие. Ему греховная среда кажется странной и неуютной. Он уходит оттуда, избегая и мест, и дел, каков Христос, таковы и Христовы. Поэтому, каким бы не был красивым грех, внутри там есть смертельный яд. Но правильное отношение к греху это не только залог твоего покаяния, а это твоя победа, это твое благословение, это твоя радость. Ввиду правильного отношения к греху, ты помазал его леелием радости больше, нежели всех остальных других. Поэтому мое желание, чтобы мы, как дети Божьи, обладая природой Бога, совершали дела достойные Бога. Я не делаю грех не потому, что мне, ну я, можно сказать, ну мне запретили это делать, а я не делаю потому, что мне этого не хочется. Я как-то говорил, когда я был студентом Киева, учился, ну приехал, молодой парнишка, ребята все пристают, кто выпить, кто в кино сходить, а я не знаю даже, что сказать, атеисты наступают со всех сторон, Боже. И я вначале говорил, ребята, вы знаете, я больной, я не пью, я больной. они сочувственно посмотрели на меня, но они же понимают, что больные иногда выздоравливают. Через время они снова говорят, ну как, выпьем, а я снова такой вид печальный, больной. Ну ладно. Но через время то же самое повторяется, но главное для меня было то, что я рос как христианин. И наступил момент, когда у меня уже хватало мужества, когда я мог сказать им, извините, я верующий. А они тоже не глупые, знают, что верующие тоже бывают разные, и они остывают, и поднимаются, и падают, и они к верующим снова, снова иногда заходят. Я же говорил, что я верующий. Да мы понимаем, но у нас день рождения, неужели ты нас не уважаешь? Ну ради дня рождения, нет, извините. Но вы знаете, когда меня оставили в покое, когда наступил моей жизни третий момент, когда мне предложили снова сделку с грехом, я их внимательно выслушал и сказал, извините, я свободен от этого, я в этом не нуждаюсь, у меня есть лучшее, что я получил от Бога, хотите, я вам расскажу об этом, хотите, я вам предложу это. Библия говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, бывает или нет, бывает, но исполняйтесь Духом Святым, вам что-нибудь об этом известно, они говорят, покачали головой, нет, а я это знаю, Бог мне это дал, я это переживаю, я не нуждаюсь в этих напитках, я благодарю Бога за то, что я имею от Бога, аллилуйя, мы не только имеем новую природу, но мы имеем наполнение внутри от Духа Святого, а значит, мы избавлены от пустоты, а значит, нам не бывает скучно, почему? Потому, что я обладаю природой Бога, Бог удовлетворяет мою душу, Бог услаждает мое сердце, если я этого не имею, что бы вы не имели в этом мире, чем бы вы не обладали, в каких бы вы грехах не участвовали, только горечь, разочарование и печаль, грех сладок в начале, а потом он ужалит, как скорпион и как змей, именно грех разрушает государство, именно грех это проблема номер один современной цивилизации, но Бог говорит, Бог появляет всем людям повсюду, покаяться, я один из тех, которые иду этим путем, и я об этом никогда не пожалел и не жалею, иногда я это делаю больше, иногда меньше, но я всякий раз анализирую жизнь свою и нуждаюсь в том, чтобы мое сердце было чистым пред Богом во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, спасибо, братья, слава Богу, поэтому был период в моей жизни, когда я просто был рожден свыше, но у меня тоже была такая проблема, я хочу просто вам несколько слов рассказать, было в моей жизни так, когда меня просто научили, что убивать и блуд это грех, и это было для меня как закон медиан и персиан, но остальное я думал, а может быть, может быть, как-нибудь, и несмотря на то, что я уже посещал церковь, я заметил, что в моей жизни что-то накопилось, и когда предложили у нас освящение в церкви три дня, вы знаете, как я двигался по этому пути, я просто рассказываю свой личный опыт, предложили, кто желает, вы можете прийти, покаявшись, исповедуя свой грех, безусловно, мне было очень неудобно, почему, потому что я обладал уже авторитетом в церкви, у друзей, но я только я знал, какой я есть на самом деле, и Богу это было известно, и наступил момент истины, когда я решил, наверное, и мне надо туда сходить, но первый день мы с друзьями решили не идти, пусть другие, мы пропускаем, ну, великодушно, первое, второе у нас была цель, чтобы там желательно не задержаться надолго, вы знаете, хочется избавиться быстро и легко, на следующий день мы собрались с друзьями, у нас были общие грехи, некоторые, а некоторые отдельные, свои, и мы начинали решать, что скажем, а что не скажем, это была непростая задача, это были серьезные тут здесь испытания внутри, но мы не пошли и в этот день, наступил третий момент, третий день, и мы уже понимали, что это последний шанс, говорит, пойдем с утра быстренько проскочим и будем свободны, но когда мы пришли туда, там была очередь и много народу, и мы сидели там в одной комнате в ожидании своего часа, когда мы зайдем как бы врачу на прием с целью исповедания, что было интересно для меня, там были все христиане, всех, которых я знал, но они беседуют друг с другом, говорили приблизительно так, один говорит, меня, наверное, отлучат, а тот говорит, так что ты, меня, да, говорит, что там за тебя, тебя все прекрасно, а меня-то уже точно накажут, и каждый уже казнил себя, почему, потому что он чувствовал, что он был неправ пред Богом, еще была интересная мысль, я не знаю, какое у вас отношение к псалму, ой, я грешник бедный, правда я таков, многие сегодня так с улыбкой слушают это, это пение, хотя там есть такие слова, если бы Христос не был полным любови и не спас меня, то давно погиб я в этом грешном мире я, но ввиду того, что я пришел к Иисусу, Бог изменил мою жизнь, и Он меня спас, так что было для меня интересно, этот псалом, он не был такой часто воспеваемый в церкви, но в течение этого дня вот эти христиане пели один и тот же псалом, ой, я грешник бедный, говорят, а давайте уже другой какой-то споем, почему-то другой не пелось, наступает момент истины в жизни каждого человека, вы знаете, что есть адские муки, и я говорю очень искренне, ад начинается на земле, так точно и рай, и испытав хотя бы частицу адских мук в своей совести, я никому не советую туда попасть, чтобы вы поверили в том, что ад начинается на земле, я приведу пример, который я уже рассказывал здесь, я проповедовал в одном ЛТП, и они, как любопытные люди, их было много, около 500 человек на лечении за колючей проволокой, они начали нас спрашивать, и один спросил, скажите, пожалуйста, что такое ад? ЛТП это где лечат алкоголиков, лечат, лечат алкоголиков, там строгая дисциплина, им ничего не дают, а они страдают, и я у них спросил, они спросили, что такое ад, я у них спросил, скажите, то, что вы здесь на лечении, это ад или рай, они поднялись и все кричали ад, вы представьте себе, как были перепуганы эти офицеры милиции, когда они это услышали, но они испытывали действительно адские муки, когда я ответил на этот вопрос, они спрашивали следующий вопрос, скажите, где будет Ленин? Все начальство перепугалось до смерти, они поняли, что если я сейчас Ленин отправлю в ад, пропала наша работа и все ЛТП закроют, но я их понимал и я сказал им, что мы вам подарим Евангелие, и вы прочитаете, и вы увидите там, где Ленин будет и все остальные, все начальство милицейское хлопало, так я впервые познакомился с харизматами, слава Богу, слава Богу, Бог избавляет от оков, Бог, один Бог прощает грехи, но если вы хотите получить прощение, если вы готовы идти покаянием, идти путем, первое, вы должны знать библейский вариант греха, что Библия говорит о грехе, что является грехом для вас, а что нет, посмотрите в Писание, это зеркало для твоей и моей души, во имя Иисуса Христа, посмотрите туда, это первое, второе, если вы хотите получить прощение грехов, вы должны сожалевать о содеянном, вы не должны гордиться за триходки, вы не должны хвастаться, как вы долго кумарили, вы должны рассказать всем, что в вашей жизни сделал Христос благодаря твоему покаянию, Аллилуйя, Аллилуйя, искренно покаявший человек, он получает рождение свыше, он другими глазами смотрит на мир, у него совершенно отношение другое к греху, то, без чего он жизни своей не представлял, он становится к этому равнодушен и спокоен, у него совершенно другие ценности, Бог освобождает от дьявольских оков, дальше, если вы хотите победу иметь над грехом, если вы хотите идти покаяния путем, вы, наверное, часто слышали такое, вот, например, идет призыв в церкви, и кто-то выходит к алтарю, потом через три дня этого человека не стало, и вы просто так кивая голову говорите, и это покаяние, и это покаяние, правда возникали в вашей жизни такие вопросы, кто-то пришел и остался навсегда, а кто-то пришел и вышел как через проходную, почему, потому что часто то, что мы называем покаянием, это не есть покаяние, и то, что мы думаем, что это не покаяние, это есть покаяние пред Богом, в моей практике было так, пришел человек, упал на колени, плачет, я думаю, о Господи, это действительно раскаившийся грешник, проходит месяц и его не стало, а другой приходит, у него никакой слезинки, он пришел и только на лице меняется, то краснеет, то бледнеет, помолитесь за меня, я грешник, и помолившись за него, он остался в церкви, он начинает служить Богу и людям, аллилуйя, Бог, он видит сердце, аллилуйя, и тот, кто искренне желает победу над грехом, он должен возненавидеть грех, на это есть все основания, потому что грех, он только в красивой упаковке, он неплохо упакован, но он опустошает душу, он связывает цепями ада, грех входит в привычку, и избавиться от этой привычки очень сложно, победить грех сам по себе человек не может, ему нужен Христос, ему нужен Христос, послушайте, если вы, например, связаны алкоголем, и вы мечтаете сами в себе, вот оставлю, вот брошу, и буду уже в церковь ходить, извините меня, сначала призови на помощь Иисуса, если ты сам все можешь, то он тебе не нужен, если ты такой способный, бросать и снова начинать, то он напрасно умер на Голгофе, но если ты рассчитываешь на его помощь, то чем бы ты не был связан, Бог даст тебе веру и победу, аллилуйя, слава Иисусу, скажите громко, аллилуйя, вы согласны с этой истиной, что грех, мы имеем все основания, чтобы его ненавидеть, мы имеем все основания, он разрушает наше физическое тело, он оскорбляет, оскверняет наши чувства, в конце концов, он желает и пытается нас вернуть ад, мир много обещает, но мало так дает, он внешностью прельщает и нищету несет, вот почему один молодой человек говорит, я встану, я пойду, я согрешил пред Богом и перед людьми, я знаю, что в моем доме есть совершенно другая жизнь, я не думаю, что мой удел быть там со свиньями, я не думаю, что мое призвание, чтобы растранжирить свою жизнь по пустякам, ища удовольствий и не находя, или находя только на мгновение, в Иисусе Христе есть новая жизнь, и наконец, последний момент, что такое покаяние по Писанию, это четвертый момент, это оставление греха, Библия говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, сколько бы он не скрывал, если на это все уйдут годы, кроме мучения и разочарования, вы ничего не испытаете, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха ни в учебе, ни в семейной жизни, ни в личной жизни, ни в служении, ни в чем, а кто сознается и оставляет их, тот будет, что помилован. Основное слово, на которое хочу обратить внимание, это сознается и оставляет, одни не решаются на признание, а других не хватает силенок, чтобы оставить грех, но кто оставляет, тот будет помилован, и так кто прячет свой грех, тот того ожидает наказание, а кто открывает, сознается и оставляет, тот будет помилован. Послушайте, есть огромная разница между раскаянием и покаянием. Люди, которые не знают истины Евангелия, они на праздники идут к батюшке на исповедь и исповедуя свои грехи, они получают освобождение своей совести, но проблема и в том, что их батюшка не научил, что дальше они должны жить, оставив грех, не собирать их снова в мешок и прийти на следующую Пасху, но открывая, оставить этот грех, поэтому когда я просто, одно дело, когда я раскаялся в грехах и совершенно другое дело, когда я покаялся в грехах, многие преступники совершив преступление идут свечку ставить или выходят в церковь на покаяние, они сожалеют о содеянном, но им грех по-прежнему сладок, он для них не стал инородным телом, он для них не стал противным, поэтому нет победы, нет радости, нет жизни, поэтому Библия по этому поводу говорит так, что сотворите достойный плод покаяния, покажите это, не ритуал, но измененную жизнь, формально покаяние, оно никогда не приведет человека к живой, искренней вере, но Библия говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, грех убивает веру в человеке, дьявол пришел украсть, убить и погубить, первое, что он убивает, это веру, надежду и любовь, опустошая человека внутри, потом пытается человек это все заполнить рожками, тратится много сил и времени, но в результате пустота только увеличивается, почему? Ибо только в Боге успокоится душа наша, придите к Нему с покаянием и нуждой, Он есть освящение наше, только Он может сделать таким, каким желаешь видеть себя ты, но признай пред Богом свою нужду, понуждайся в Нем, просвети свой разум и сердце Словом Божьим, в конце концов возненавидь грех, проси у Бога силы, чтобы Он тебе помог оставить, оставить это в прошлом, оставить как историю, чтобы начать новую жизнь для Бога, прославляя Бога. Сейчас мы будем молиться, мы будем склонять свое сердце пред Богом, наша молитва будет о том, освяти нас истинною Твоею, слово Твое есть истина, все, что я делал сегодня, я проповедовал вам истину Евангелия, освящающий есть кто? Христос, Он один Бог, который может омыть твой грех, освободить твою совесть и дать мир твоему сердцу. Покаявшись пред Богом, я нашел то, что я долго искал и не находил, я нашел мир внутри своего сердца. Мир среди жизненных тревог, это огромное благословение. Нечестивым же нет мира, говорит, что Господь нет мира и покоя ни днем, ни ночью. Я нашел в нем утешение и радость. Он изменил мою жизнь, Он желает помочь тебе. Приди к Нему и поклонись Ему, открой свое сердце для Иисуса, скажи Ему свою тревогу и боль, скажи Ему свою вину и грех. Он простит, Он возродит, Он благословит и поможет тебе. Аминь. КОНЕЦ Продолжение следует...